ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Официйное свято сегодня означают супрацовники мытных службов. Больше чем спорт, телерадио-компания «Гомель» запускает в эфир новый проект. А сейчас об этом и иншим больше подробно. У «Гомеля» прошел врачистый сход, присвеченный Дню белорусской науки. Для самих науковцев он стал доброй подставой не только презентовать опошние распрацовки, но и обмерковать задачи на ближайшую перспективу. С удельниками сходу сустрелся Олег Синтеров. К присвеченному Дню белорусской науки сходу традиционно попередничая выстава науковых работ. После ознайомления экспозиции, навод человек, далекий от науки, повинен переконаться. Наши распрацовки сопрадают высокого уровня. Причем часто инициатива друкования монографии на замерзных мовах належит самим водоведством. Распрацовки науковцев в Гомельской области доброведомы не только в Беларуси. Подсвержены, чему заявляют в СГТ патенты и выдания. Больше язык на английском языке, но и на китайском. Международное сопротивление в разных сферах для ученых в Гомельской области – звычайное справа. В Институте лесу Национальной академии наук сирот приоритетных ничерунков – генетичное доследование. Причем отременные выники активно выкористовываются и в нашей краине. А прочатаго сиротопочных проведенных доследований. Оценка стану землю, где неколи была проведена миллиардация, с выпросовкой конкретных рекомендаций по их дальнейшим выкористаниям. Достаточно широкие проекты ведутся по глобальному экологическому фонду здесь и миллиардация, потому что достаточно много миллиардационных земель. А сегодня что с ними делать и как делать час запущенных, поэтому час пойдет на повторное заболачивание. И это тоже правильно, потому что мы видим, что не всегда миллиардация была правильно проведена. Ну а там, где это возможно, надо восстанавливать. Уручение узнагорода подчас таких уроческих сходов – так само добра традиция. Тут и гоноровые грамоты Совета Министров, и гоноровые знаки. Республиканский науково-практичный центр радиоцины медицины и экологии человека установят, где не только оказывают якостную допомогу, а и проводят серьезные доследования в уголении медицины. Наместник директора Мария Русаленко стала выдатником аховы здоровья. Кажет, что ведьмы рады такой узнагороде и рассказывает о планах установы на этот год. В научно-практическом, скажем так, деле, да, у нас есть перспективы. И в трансплантации почки есть мысли, что мы можем сделать на перспективу. И в хирургии, в офтальмохирургии. И оборудование запланировано. Ну, я думаю, что мы это своевременно узнаем в 2019 году. Врачи с исход не только поставили для подведения вынеку, а ли и махчимость обмерковать планы на будущее. Хоть по великим рахунку сегодня у кожной науковой установили, докладно ведусь, у яким на керунку необходимо рухаться. Наука николе не стоит на месте, а тому вариантов не шмат. Ты рухаешься на первый, ты пропонуешь нечто новое, тем тебе никто не ведая. По-иншему о науковом свете просто не бывает. Надо заниматься и фундаментальной наукой обязательно, иначе практика ориентированная наука будет слепа, без фундаментальных разработок. Но, конечно, технический вуз ориентирован прежде всего на практику, на внедрение научных разработок на производстве. Олег Синтеров, Валерий Капанько, Телерадио, компания «Гомель». Гомельский областный совет депутатов 28-го скликания провел шестую сессию. Все роты основных пытаний, вынесенных на обмеркование. Прогноз социально-экономичного развития на 2019 год и затверджение инвестиционной программы. Дмитрий Котов, протягни. Прогноз на 2019 оценивается як оптимистичный, лишь бы высший, чем у минулого года. Вытворшись працы 103,9, экспорт товаров 106,5%. Незменным застался только галлонный показчик экономичного развития, воловый региональный продукт. Як и в 2018, селета плануется прирост на узроне 4%. Для выконания прогнозных показчиков потребуется повеличение объема продажи и, как следствие, рост эффективности предприятий, а так само створение новых вытворчостей во всех сферах. Иснует и еще одна важная умова. Предложение эффективной модернизации действующих предприятий, в том числе за счет привлечения прямых иностранных и других из них государственных инвестиций. Выполнение вышеназванных задач позволит обеспечить устойчивое развитие Гомельской области и повышение уровня жизни ее населения. Подчас проведения сессии затверджена и новая инвестиционная программа. Документам предугледжено за областного бюджету накеровать на будовництво и ремонт больше за 90 миллионов белорусских рублев. У список оля 140 объектов. Приблизно полового сродка будет накеровано для потреб жильево-коммунальной господарки. Сирот, разледженных на сессии, инших питаний за охвачивание спортсменов. Размова о признашении стипендий для тех, кто добро проявил себя на республиканских и международных споборництвах. На материальную допомогу смогут различивать 115 человек. 50% – это выходцы из регионов, из сельской местности. Среди них есть в этом году, в связи с тем, что мы работаем с 1 января по постановлению Совета Министров, в том числе и неолимпийские виды спортов. И это, наверное, тоже своеобразный стимул тем спортсменам, которые сегодня тренируются, занимаются и представляют и регионы, в страну вне олимпийских видов спорта. Поэтому мы, в принципе, рассчитываем на то, что это станет хорошим подспорьем и хорошим стимулом всем спортсменам для достижения высоких результатов. Усего подчас работы шестой сессии Гомельского областного совета депутатов разгледжено 10 вопросов. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Больше за 450 тысяч квадратных метров лета Сиамаль – 500 тысяч селета. У Комитета по архитектуре и будовництве Гомельского облаконкама подвели выники будовництва жилья в минулом году, а так само подделилися планами на 2019-е. Для грамадян, які мають потребу у поляпшенні жильевых умов, у 2018-м призначалася полова квадратных метров. 160 тысяч будовалася з використанням державной подрымки. Гэта на 15% больше, чем плановалася. Так само за сродки областного бюджету введена у эксплуатацию 25 тысяч квадратных метров арендного жилья. Все это акцент буде зроблено на его будовництва у невеликих городах. Каля 100 тысяч квадратных метров побудована на коммерцийной основе. До прикладу, у Гомелі з'явилися 12 новых шматкватерных жилых домов. Уже в этом году Жихарам региона пропоновано 540 квадратных областным центром. На этот год у нас минимальный план – 475 тысяч метров квадратных. В этом году будет начато строительство более чем 90 жилых домов. В прошедшем году мы ввели 60 домов в эксплуатацию. Также сделан упор на 2019 год – это развитие индивидуального жилищного строительства. Проведен областной семинар со всеми райгурисполкомами в части увеличения объема индивидуального жилищного строительства, привлечения подрядных организаций строительства под ключ строительства индивидуальных жилых домов путем крупнопанельного домостроения. Поэтому каждый желающий в свой может обратиться райгурисполком, местную администрацию. Активно ожитивлялося будовництво жилья и у Российской Федерации. Экспорт по выниках 10 месяцев 2018 года склав омаль 24 миллионы долларов. Узведено больше за 40 тысяч квадратных метров жилья. Работы проводились у Обнинску, Курску и Калузия. У двух опошних городах будовники протягнуть, працавать и селита. Молодежные инициативы Гомельской области поднимали регионы и столицы. В Гомеле прошло выездное посадение Бюро Центрального комитета Белорусского Республиканского Союза Молоди. С подробностями Явгения Кухаронак. Зараз в Белорусском Республиканском Союзе Молоди рыхтуют стратегию развития организации на ближайшие 5 годов. Зметы организовать работы наибольши эффективно проводятся доследования истинующих внутри молодежного объединения резервов. Гомель сразу же вылучился идеей прокатить делегата выездного посадения на молодежном троллейбусе. Маршрут пролягал по центральных улицах областного центра и сопровождался оповедом экскурсовода. Внутреннее оздобление троллейбуса рассказывает про историю развития Гомельской городской организации БРСМ и самые яркие акции, что проводятся объединением. Прокатились на молодежном троллейбусе, такая, наверное, в Белоруссии изюминка Гомеля, в Белоруссии новенькая. Но вот в Минске все обсудили, может быть, сделать и подобный вагон молодежный в метро, чтобы это было познавательно, чтобы и жители, и гости столицы, а тем более впереди европейские игры, могли тоже познакомиться с нашей молодежной политикой. Инициативу подхопила не только столица. Вы решено запустить молодежный транспорт во всех регионах краины. С еще одной пропоновой делегаты выездного посадения вышли до руководства кондитерской фабрики «Спартак». Капу в этом году и наступном на предприемстве выпустили специальную молодежную линию «Шоколаду». И она будет присвечена проекту «Кветки перамоги» до 75-й годовины вызволения Белоруссии от фашистских захопников и 70-й годовины «Великой перамоги». Мне хочется, чтобы все эти инициативы закреплялись, они развивались, и есть еще много над чем работать. Но, глядя на такой актив, мы уверены, что будущее у нас в надежных руках, и у нас все получится. Посередине бюро Центрального комитета БРСМ пройшло у Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны. На обмерковании выносилося шмат питаний, у многих разглядались в формате открытого диалога. Евгения Кухаронак, Валерия Панько, телерадо и компания «Гомель». Сегодня означается Международный день мытника. А напереды дни у Гомельской мытни подвели выники деятельности за 2018 год и узнагородили лепших супрацовников. Одна из главных задач, что были поставлены перед службой – удоскональование технологии изъяснения мытных операций. Зараз чверть экспортных товаров оформляется в автоматичном режиме. 74% продукции, что накеровывается за мяжу, оформляется за 5 хвилин. Что до импорта, то на оформление, коли 85% товаров, потребуется не больше, как 2 годины. Значное досягнение и у правооховной складающей деятельности мытников. За 2018 год выявлено 3000 администрационных правопорушений. Узбуджены 52 криминальные справы. Большая частка связана с оборотом наркотичных решевов. По традиции супрацовников, которые досягнули наибольшезнашных працовных поспехов, узнагородили грамотами Державного мытного комитета Белоруссии Гомельской мытни. Безусловно, работа в томожных органах является очень важной, ответственной. Поэтому мы стараемся быть очень внимательными, щепетильными и четко выполнять свои должностные обязанности. Поэтому поощрение со стороны руководства, его внимания к нам является очень важным для того, чтобы ты чувствовал себя более комфортно и выполнял свои обязанности еще лучше. Разом за безопасность в рамках одного дня безопасности Дорожного руха супрацовники областной Державной инспекции провели акцию «Я выполню правила Дорожного руха. Долучайся». Экипаж ДПС разом с инспекторами отделения по агитации и пропаганде ДАИ разместились на площади Ленина. За полгодины яны спынили калят 20 автомобилев и поспробовали протягнуть увагу автоматоров до необходности беспечного кирования. За порушения не штрафовали, а только попередживали, задавали пытания на ведание правилов Дорожного руху, жадали счастливой дороги и раздавали подарунки. Водители не утуивали издевления. Многие признавались, что по таких причинах инспекторы их еще не спыняли. Не ожидали. Будем соблюдать правила Дорожного движения и ездить аккуратно. Это самое главное сейчас. Надо думать не только о себе, но и о других участниках Дорожного движения. Потому что можно пострадать не только самому, но и причине вреда. Целью данного мероприятия является профилактика совершения ДТП по различным, скажем так, нарушениям. Это и скоростные режимы, это и непрохождение государственного технического осмотра, а также правила остановки стоянки. Знакомитые неглубские рушники, стилизованная под Даунину сучасная веселья, везка зусяго трыма же харами. Неверогодная подорожа по Беларуси пропануя гомельский фотограф Сергей Халадзилен. Его персональная выстава под назвой «Захование и развитие нематериальной спадшины Беларуси» открылась у выставочной зале университета имя Франциска Скарыны. Дарыша Сергей Халадзилен – выпускник ГДУ. Больше как 30 годов тому учился тут на факультете экономика працы. Почас интервью узгадывая, что с фотоаппаратом пособравал у 8-м классе. Технику на день народжения отрымал от батьков. Это была чайка, различина на 72 кадры. Але не в забаве аппарат выкрали у школьном гардеробе. Другий фотоаппарат унуку купила бабуля. Из этого часа Сергей Халадзилен уже не расставался с ним. Невеликий припынок был только подчас службы у армии, яку он проходил у Литве. А после начал заниматься фотографией профессийно. Працевал у газете «Маяк», потом у «Гомельской правде». И уже в 400 годе заявляется уластным фотокорреспондентом Беларусского телеграфного агентства по Гомельской области. Работы Сергея Халадзилена выставлялись у Германии, Норвегии, Франции, Польши и, видимо, Беларуси. Дарыша сирот смотликих досягнений и перемог звание лауреата премии президента за духовное одрожение. Одной из моих любимых тем является тема социальная. Портреты людей, причем разного возраста. И маленьких, и больших, и взрослых, и таких, скажем, пожилых. Таких умудренных опытом. Потому что в каждом возрасте есть своя прелесть. Будь то мужчина, будь то женщина, или девочка, или мальчик. Все люди разные. В разных возрастах все разные. Поэтому это моя самая тема. Мне удается находить общий язык с людьми, находить контакт, который позволяет человеку раскрепоститься и проявить себя, как у них есть, реальный какой портрет. Убачить фотоработу Сергея Халадзилена у выставочной зале ГДУ можно до 13 лютого. Эстафета огню до других европейских гульняв стартует 3 мая. Запалять полымя миру в Риме. На территории нашей краины эстафету первыми примут в Бресте. После чего она пройдет по всех регионах. А 21 червя 2019 года полымя вынесут на церемонию открытия масштабного международного форума. Маршруты эстафеты по территории Гомельской области обмерковывали на рабочей нараде с уделом представников дирекции европейских гульняв. Я думаю, что марафон будет проходить на протягу шести джон по самых знаковых объектах и местах региона. У областным центры пробег будет сопроводжаться урочистой концертной программы. Усягу на эстафету отведено 50 джон. Факелоносцами будут 450 человек. Мы постарались отобрать действительно самых достойных, но не только спортсменов. Спортсменов, можно сказать, будет где-то половина. Остальное это и деятели культуры, науки, искусства, общественные деятели. Так, чтобы это люди были узнаваемые. И мы постарались также соединить известных факелоносцев с их малой родиной. Эстафета повинна стать яскравым прологом до других европейских гульняв. У планах организаторов, чтобы, как могло больше, люди отчули приналежность до масштабного международного спортивного форума. Больше чем спорт. Телерадио компания «Гомель» запускает в эфир новый проект. Головные герои программы – ты, для кого спорт – это не просто профессия. Наши корреспонденты познавимы вас со спортсменами, которые представят Гомельскую область на других европейских гульнях. В первом выпуске программы бронзовая призерка чемпионата Европы по боксе Яна Бурым расскажет и покажет, чем занимается позарынгом, кто допомог ей вернуться в великий спорт и как семья относится до ее працы. Больше чем спорт, смотрите в неделю 27-го студента на телеканале «Беларусь4Гомель». Початок в 21-30 минут. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok